Если бы Москва вдруг исчезла, я думаю, что это было бы большое счастье. Я когда бываю на окраинах страны, я иногда думаю, что единственное, почему нам всем удалось сохраниться и выжить, это потому что когда камешек из Москвы падает, а волны пока до какого-нибудь там Охотска или Николаева на море докатятся, то разрушительные силы этой волны уже изрядно-то поиздержатся на российских просторах. И временами, вот я раньше не понимал, почему ацтеки бросили города. Представляете, они столетиями строили Теотиуакан под Мехико, а потом в один день взяли и ушли куда-то. Ну, там есть какие-то неубедительные теории о том, почему это произошло, это связано там с какими-то там скудостью полей. Но иногда, мне кажется, в Москве, что вообще было бы правильно, если бы мы тоже встали и ушли отсюда, в какие-нибудь города поменьше, потому что, конечно, этот монстр, монстр в этом виде уже трудноуправляемый, и с каждым годом было все сложнее и сложнее поддерживать как систему. Вообще обновление – это хорошо. Пожалуй, был только один не очень удачный пример – это когда бразильцы построили город будущего, когда Оскар Немеер построил в пустыне город, напоминающий самолет. Там вроде придумано все здорово. Все министерства стоят друг от друга в 50 или 100 метрах, и не надо ездить с мигалками. Ну, с мигалками, правда, нигде в мире не ездят больше, кроме как в России. Но вот даже вот элементарное взаимодействие между институтами власти, оно очень упрощено. Но в городе так и жизнь так и не появилась. И чиновники улетают на выходные в Рио-де-Жанейро. Там Александр Павлов, откуда они родом. А вот Астана вроде получилась у наших друзей казахов. И это действительно такой город будущего. Там просто челюсть отвисает от Дубая, отдыхают. Пусть не во всей Астане, пусть только в районных набережных. Но потихоньку они ее строят. В общем, мне, как москвичу, идея переноса столицы куда-нибудь в Сибирь, она мне нравится. Мне кажется, что это дало бы какой-то новый полчок. Какие-нибудь ленивые чиновники бы не поехали туда, а на их место пришли молодые, честные и действительно озабоченные судьбой страны. Нет, это красивая фантазия, она мне нравится.